То, с какими трудностями вы столкнетесь, не обязательно зависит только от вас. Но что вы из этого вынизите — полностью ваш выбор. Другие люди могут поступать как угодно, но причиной ваших страданий является ваша реакция. Вы не можете исправить вчера, но вы можете создать завтра. Каждый находит оправдание тому, почему он несчастен. «Мои родители были такими, поэтому я такой». Это уже не исправить, потому что изменить родителей в прошлом невозможно. Да? Разве сейчас можно изменить то, какими они были? Вы должны это понять. Особенно если вы прошли через трудные или ужасные жизненные ситуации. Разве не важно, чтобы вы стали мудрее раньше других? Раньше тех, кто вырос в комфорте и не знает, что значит столкнуться с такими вещами. Разве не важно, чтобы вы стали мудрее? Нет, вместо этого вы выбрали тоже стать несчастными, только потому что они были несчастны. Необходимо понять следующее. У вас есть разум, чтобы осознать, что они живут плохо. Почему же вашего разума не хватает, чтобы признать, что сейчас и вы сами живете плохо? И вам даже не хватает простой целостности, чтобы признать? Если вы сами создали такую жизнь, потому что существует огромное множество ситуаций. Ситуации существуют для каждого из нас. На самом деле, чем больше мы будем стараться сделать в этом мире, тем больше мы встретим ужасных ситуаций, нравится нам это или нет. Да, но если вы попали в ужасную ситуацию, станете ли вы сами ужасными или вы превратите эту грязь в удобрение, чтобы расцвести, как чудесный цветок? Это выбор, который у вас есть. Все, что ранит вас, все, что в какой-то степени негативно, стать мудрым или стать раненым в конкретной ситуации — это ваш выбор. Не нужно искать идеальных условий, потому что их не существует, куда бы вы ни попали, там будет что-то, что вам покажется негативным. Негативно это или нет, я не хочу выносить таких суждений, но в данном месте вам это кажется негативным. Многие из тех, кто подал документы на поступление в институт, вроде АСБ, думают, если я поступлю в АСБ, то окажусь в раю. Но я уверен, что найдется и много таких, кому он кажется самым ужасным местом, полным политики, разной чепухи и так далее. Есть же такие? Да? Я уверен, что такие люди есть. Не становитесь такими, потому что в любом месте есть сложности, там, где есть два человека, есть и проблемы. Но как мы будем справляться с проблемами, зависит от того, осознанно мы отвечаем на них или наша реакция происходит компульсивно. Это и определяет наше поведение. По всему миру распространился такой синдром, потому что каждый вычитал что-то из Фрейда, из Маслоу, из всей этой европейской психиатрии. И теперь каждый сам себе психиатр. Я такой, потому что такими были мои родители. Да ладно. Где ваша разумность? Если ваши родители были такими, вам нужно дать клятву, что вы сами никогда такими не станете. Да? Да или нет? Если жизнь ваших родителей и правда была столь ужасной. Я даже не знаю, правда это или нет. Это ее восприятие ситуации. Мы не знаем, как они жили. Но раз она так говорит, предположим, что все это правда. Если их жизнь не была достойной, разве не ваша задача увидеть никогда в жизни не совершать таких ошибок, как они? Разве это не то, на что способен разум человека? Знаете, сейчас изучают крыс и делают множество выводов о людях. Множество исследований о человеке проводят на грызунах. Наблюдая поведение грызунов, делают заключение — у людей все происходит так же. Разве это не печально? Учитывая, что вы являетесь самым развитым существом на планете, пожалуйста, поймите. Эволюция трудилась миллионы лет, чтобы вы пришли к нынешнему уровню интеллекта, чтобы вы оказались здесь, на вершине эволюции на планете. Но являясь вершиной эволюции, разве мы демонстрируем, что находимся на вершине мира? Нет, мы лишь хотим стать выше кого-то другого и думаем, что окажемся на вершине. Нет, в мире, как человеческие существа, мы уже на вершине, не так ли? Но посмотрите, как мы себя ведем. Постоянно жалуемся на одно или другое. Нужно понять, то, с какими трудностями вы столкнетесь, не обязательно зависит только от вас. Но что вы из этого вынесете — полностью ваш выбор. Да? Что мы из этого вынесем? Выбирать только нам. Ваши переживания жизни — вот к чему должен прийти каждый из вас, молодые люди. Если вы хотите, чтобы раскрылся ваш потенциал, нужно определиться с одной важной вещью — ваше переживание жизни, будь то умиротворение или тревога, радость или несчастье, блаженство или страдание, каким бы ни было ваше переживание жизни, его целиком создаете вы сами. Другие делают то, что хотят, они разыгрывают свою драму. Но ваша реакция будет определять, какие переживания получаете вы. Если сейчас я оскорблю тебя... Я не стану, конечно, это просто для примера Амриду. Предположим, я тебя оскорблю. Оскорбление лишь у меня на языке. Это не пуля. Оно не ранит твое тело. Страдание вызывает твоя реакция. Предположим, я приятным голосом произнесу оскорбление на Тамильском. На телогу или Канада. Этот парень все поймет, конечно, но... Если я оскорблю тебя слабко на лице, на языке которого ты не понимаешь, тебе покажется, что я говорю тебе приятные вещи, не так ли? И ты ответишь так же любезно. Переживание того, что происходит с тобой в данный момент, на сто процентов определяется тобой. Переживание человеком жизни происходит внутри, а не приходит извне. Существует влияние извне. Но насколько сильно мы позволяем этому воздействовать на нас, не считая физической силы? Если в вас кто-то стреляет в зоне военных действий, это другое. Да? Это решается по-другому. И даже тогда осознанный ответ увеличит ваши шансы на выживание по сравнению с реакцией. Привилегия того, чтобы быть человеком, заключается в том, что мы наделены разумом и можем определять, каким должно быть наше переживание жизни. Другие существа подчиняются инстинктам, заложенным природой, компульсивным реакциям. Предполагается, что мы должны быть выше этого. Но большинство людей пытаются опровергнуть это и тоже реагируют компульсивно. И, прежде всего, родители. Они живут как умеют, не так ли? Если бы они знали, как жить лучше, то жили бы лучше. Они делают все, что в их силах. То, что они дали вам жизнь, уже немало. Возможно, они этого не планировали, но, тем не менее, дали вам жизнь, обеспечили необходимое питание и образование, чтобы поднять вас на нынешний уровень. Не оглядывайтесь постоянно в зеркала заднего вида. Они вас воспитали, вы стали взрослыми, вы выжили. В мире миллионы детей умирают, потому что родители не могут обеспечить им пропитание. Миллионы детей умирают, потому что родители не сумели обеспечить дитя, которому дали жизнь. Ваши родители воспитали вас, вы повзрослели, но вы смотрите в зеркало заднего вида. Пожалуйста, оторвитесь и смотрите вперед, потому что прошлое переделывать нельзя. Вы не можете исправить вчера, но вы можете создать завтра. Давайте сделаем так, чтобы это произошло. Редактор субтитров А.Семкин